Всем привет! В этом видео поговорим о том, как настроить файл подкачки Windows 10, увеличить его, уменьшить, включить или отключить и так далее. Но сначала о том, что такое файл подкачки. Смотрите, на каждом компьютере или ноутбуке есть какой-то определенный объем оперативной памяти, которая используется для работы программ. Например, если я зайду в диспетчер задач Windows 10, открою производительности, выберу вкладку память, я буду видеть сколько у меня памяти занято, сколько свободно и так далее. Соответственно, если вдруг у нас памяти не хватает для запуска какой-то очередной программы или игры, часть данных из оперативной памяти, которая используется фоновыми процессами, другими программами, неактивными в настоящий момент, она сгружается в файл подкачки на диск, то есть файл подкачки это как бы расширение вашей оперативной памяти, которая хранится на жестком диске или SSD. При этом там могут храниться не только сгружаемые, неиспользуемые данные, но и другие данные, в том числе те, которые теоретически могут понадобиться. Например, файл подкачки хранит данные для создания дампа памяти при сбоях. Итак, соответственно, вопрос включать ли, отключать ли файл подкачки. Многие считают, если у них, например, 16 или 32 гигабайта оперативной памяти, то файл подкачки можно отключить и ничего не будет. Я хотел показать на видео, что именно происходит при отключенном файле подкачки, но просто не смогу этого записать, так что придется мне описать словами. Итак, если я сейчас на этом компьютере с 16 гигабайтами оперативной памяти полностью отключу файл подкачки, то, например, запущу Photoshop и после этого попытаюсь записать видео с экрана с помощью OBS, мне OBS сообщит об ошибке записи вывода видео, соответственно, в файл. Если вдруг я наоборот сначала запущу OBS, а потом попытаюсь запустить Photoshop с отключенным файлом подкачки, то Photoshop вывалится с черным экраном и, соответственно, только компьютер выключать. Если бы файл подкачки был при этом включен, то все бы это работало, но, в принципе, вы и сейчас наблюдаете. Файл подкачки включен, OBS расходует почти всю оперативную память, чтобы писать видео 4К, но при этом у меня здесь же и Premiere вполне работает и, соответственно, порядок и нет никаких проблем. И вот некоторые пользователи считают, что у них достаточный объем оперативной памяти и, думая, что сэкономят жизнь там SSD либо ускорят работу компьютера, отключают файл подкачки и какое-то время у них, в принципе, может быть все в порядке, то есть все работает, никаких проблем нет и так далее, а потом бац, запускают какую-то новую игру, новую программу и так далее. У них появляются те же самые черные экраны без возможности что-либо сделать, файл дампа памяти не сохраняется, так как файл подкачки отключен, а о том, что они когда-то его отключали, они, в принципе, уже забывают и как бы даже не связывают проблему с этим. То есть я бы, на самом деле, рекомендовал оставлять файл подкачки включенным, независимо от того, сколько у вас оперативной памяти. Хотя здесь на ваше усмотрение, то есть с одной стороны логика о том, что продлится срок жизни SSD, она имеет под собой основания, но есть еще одна сторона о том, что файл подкачки пишется, скажем так, по-умному, а не переписываются там огромные объемы данных постоянно и не слишком-то влияет на срок жизни современного твердотельного накопителя. Вот, на этом заканчиваю с разглагольствованием, переходим непосредственно к настройке файла подкачки. Итак, переходим к настройке файла подкачки. Как зайти в эти настройки? Первый вариант — нажать клавиши Windows R на клавиатуре, Windows это клавиша с эмблемой, Windows R это английская R, ввести sysdm.cpl, команду я укажу в описании под видео, нажать ОК и, собственно, мы окажемся вот здесь и здесь во вкладке дополнительно, дальше я покажу, что делать, но сначала покажу еще один способ сюда зайти. Можно нажать правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер, открыть свойства, в последней версии Windows 10 при этом откроются Параметры системы о программе и здесь переходим в дополнительные параметры системы. Также в предыдущих версиях Windows 10 сюда же можно было попасть через панель управления пункт Система, но в последней версии Windows 10 этот пункт открывает не вот это окно, а вот это окно, где нам нужно опять же нажать Дополнительные параметры системы. Итак, далее заходим на вкладку Дополнительно, в разделе Быстродействие нажимаем Параметры, в Параметрах переходим снова на вкладку Дополнительно и Виртуальная память раздел, нажимаем клавишу Изменить, нажали. По умолчанию здесь у нас стоит автоматически выбирать объем файла подкачки, в общем-то именно это я бы рекомендовал, в том числе для твердотельного диска. Если же вы решите изменить, то снимаем эту отметку и, соответственно, настраиваем какой файл подкачки будет или не будет его на каком диске. Соответственно, вот у меня диск С системный, сейчас стоит по выбору системы. Мы можем выбрать без файла подкачки, чтобы не было файла подкачки на этом диске, указать размер. По некоторым рекомендациям советуют указывать там 4 гигабайта и исходный размер и максимальный размер одинаковый, чтобы размер файла подкачки не менялся в процессе работы. Некоторые рекомендуют 2 гигабайта, чего я не рекомендую. Чтобы файлы дампа в памяти сохранялись, нужно не менее 800 мегабайт на данный момент. Итак, после того как вы выберете какой-либо размер, чтобы изменения были сделаны, обязательно нажмите кнопку задать. Если без этого вы нажмете, не нажимая кнопку задать, нажмете ok, то как бы настройки не применятся. Итак, указали размер, если захотели собственный, либо выбрали размер по выбору системы, что я продолжаю рекомендовать, нажали кнопку задать, нажали ok, скорее всего вам предложат перезагрузить компьютер, если предложили перезагрузите и, соответственно, размер файла подкачки изменен. Также файл подкачки вы можете разместить не на системном диске, а на каком-то другом диске, то есть, например, вот у меня диск D, соответственно, тоже могу включить файл подкачки на нем, а на системном отключить. Если вам так удобно, например, некоторые решают не трогать SSD системный, а разместить файл подкачки на обычном жестком диске, но при этом учитывайте, если вы так сделаете, то вы потеряете в производительности, потому что жесткий диск работает медленней. По рекомендованным размерам файла подкачки здесь отказать, честно говоря, определенно не могу. Я бы рекомендовал использовать размер, который определяет система. Если же у вас там, например, 32 гигабайта оперативной памяти, не знаю, ну хотя бы 4 гигабайта поставьте на файл подкачки, если решите указать размер вручную, а лучше бы гигабайт 8. После этого задали, применили настройки, файл подкачки изменен. Вот, в общем-то, так, то есть таким образом вы можете его и менять в сторону увеличения, увеличивать и уменьшать. Ну и, соответственно, посмотреть, если у вас стоит определение размера файла подкачки системы, посмотреть, какие размеры сейчас, какие размеры рекомендует система и какие она уже сама по себе выставила. На этом все, надеюсь понятно, спасибо за внимание, удачи вам!